Мошенники бьют по инвестиционному климату России деловой климат экономика 13.27.29 мая 2019 А государство куда смотрит? Мошенники бьют по инвестиционному климату России Фото, Александр Вайнштейн, коммерсант На недавней встрече президента Владимира Путина с Борисом Титовым бизнесом Будьсмен поднял проблему несправедливого уголовного преследования в отношении предпринимателей Глава государства обещал проанализировать ситуацию На данный момент преступлений, связанных с бизнесом, раскрывается довольно много и чаще всего речь идет о мошенничестве К сожалению, этот вид противоправных действий крайне негативно сказывается на формировании инвестиционного климата в России О том, как с ним борются правоохранительные органы в материале ленты.ру Строители и депутаты В марте 2019 года президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей РСПП, говорил о том, что в стране разворачивается работа по реализации национальных планов инфраструктурного развития «Считаю принципиальным обеспечить неизменность правил при их реализации, сформулировать конкретные меры, которые позволят снизить риски инвесторов», — подчеркнул глава государства «При этом особую озабоченность президент тогда выразил в отношении проблемы обманутых дольщиков, которые отдали нерадивым строителям свои кровные деньги, а взамен не получили ничего «Мы не можем дальше продолжать такую практику. Люди законно спрашивают, а государство куда смотрит?» — сказал Владимир Путин Президент РФ Владимир Путин, в центре, на пленарном заседании Съезда Российского союза промышленников и предпринимателей РСПП, 14 марта 2019 года Фото — Михаил Клементьев, ТАСС А уж громко дело сенатора Рауфа Рашукова вроде бы точно не придает инвестиционной привлекательности России Как известно, сенатору вменяется участие в организованном преступном сообществе своего отца Рауля Рашукова Советника главы компании «Газпром Межрегионгаз», который похитил у «Газпрома» природного газа на 30 миллиардов рублей Но зададимся вопросом, а лучше бы было, если бы сенатора не обличили? Конечно нет Ни процессы над мошенниками делают страну непривлекательной, а их отсутствие Не такое же громкое, но не менее непривлекательное дело рассматривалось в Перми в отношении бывшего совладельца Экопромбанка Владимира Нелюбина, бывшего депутата Краевого Заксобрания Ленинский суд Перми признал виновным экс-депутата в мошенничестве в особо крупном размере Народный избранник похитил около 215 миллионов рублей Кроме того, господин Нелюбин прихватил еще 7 миллионов рублей в клатчице банка Зайцевой Следствию удалось доказать, что Краевой парламентарий вместе с подельниками подал заявку на открытие кредитной линии Далее, используя подложные приходно-кассовые ордера, обналичил деньги и перевел их на другие счета, что привело банк к банкротству Можно ли работать в стране, где кредитная организация так легко может стать жертвой мошенничества? Вряд ли Суд приговорил Нелюбина к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима И именно это обстоятельство позволяет с оптимизмом смотреть в будущее Сенатор Рауф Арашуков в Басманном суде перед началом заседания по избранию ему меры пресечения 30 января 2019 года Это фото, Владимир Песня, РИА Новости Тольертинский кейс Больше года в Комсомольском районном суде города Тольятти Самарской области Проходит судебный процесс против бывших совладельцев компании Тольятти Азот, ТАС, Владимира и Сергея Махлаев Кроме них, уголовное дело возбуждено против бывшего генерального директора этого предприятия Евгения Королева Вместе с ними обвиняются владелец Андреас Цви и руководитель швейцарской компании Беатру Прехт-Видемайер Следствие обвиняет предпринимателей в мошенничестве в особо крупном размере Важно заметить, что процесс идет в заочной форме, поскольку все обвиняемые скрываются в Европе и США Слушания по делу уже вышли на финишную прямую, скоро ожидается приговор По версии государственного обвинения схема хищения была столь же проста, сколь и эффективна Цель мошенничества заключалась в том, чтобы просто завладеть выручкой предприятия В период с 2008 по 2011 годы продукция ТААЗа продавали только и исключительно швейцарскому дистрибьютору компании Найтреком Которой управлял Беатру Прехт-Видемайер При этом цены были существенно занижены относительно рынка Далее продукцию продавали уже по нормальным, рыночным ценам по всему миру А разницу участники этой незатейливой схемы делили между собой и отмывали через подставные офшоры Следствие считает, что весь доход от продажи похищенной продукции в размере почти 85 миллиардов рублей Был присвоен членами организованной группы Причем, как заявляют представители Уралхима, преступная схема начала действовать еще в 90-й вопросительный знак Х годах Когда Владимир Махлай приступил к реализации плана по установлению контроля на предприятии совместно с Феликсом Цви Отцом Андреасом Цви, который проходит по делу в качестве обвиняемого Всего таким образом было похищено и присвоено 85 миллиардов рублей Весьма интересно, что, по версии стороны обвинения, корни преступной схемы уходят в далекие приватизационные 90-е годы Именно тогда Владимир Махлай стал устанавливать контроль над ТАЗом В этом ему активно помогал Феликс Цви Сопротивление расследованию Адвокаты обвиняемых подняли шум в средствах массовой информации Пытаясь таким образом повлиять на решение суда В качестве оборонительной стратегии защиты была выдвинута версия о том Что государство проводит по отношению к их клиентам политику рейдерского захвата То есть скопом обвиняют всю правоохранительную систему страны Тут стоит заметить, что следствие вело расследование в течение долгих пяти лет За ним осуществляла надзор Генеральная прокуратура Российской Федерации Она же и утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд Который идет без каких-либо процессуальных нарушений по свидетельству наблюдателей Суд учитывает права всех сторон по делу Предприятие Талертиазот Фото, Юрий Стрелец, коммерсант Предприятие Талертиазот Северодвинская история О чем может идти речь, когда мошенничество выявляется в святая святых оборонных предприятиях? Российская газета пишет о деле вокруг производственного объединения Северное машиностроительное предприятие, СМП В декабре 2018 года Северодвинский гарнизонный военный суд вынес приговор работникам этого предприятия Мошенники от оборонного комплекса похитили у родного завода 222 миллиона рублей Суд установил, менеджеры предприятия, используя свое служебное положение В течение долгого времени представляли руководству производственного объединения Севмаш А также руководству 1059-го военного представительства Минобороны Эффективные контракты, расчетно-калькуляционные материалы и технические акты Суд исследовал колоссальное количество финансовых и технических документов В результате чего семеро работников СМП были изобличены как мошенники Похитившие сумму в особо крупных размерах Приговор, лишение свободы с максимальным сроком 9 лет Кроме того, был удовлетворен гражданский риск Севмаш О взыскании в солидарном порядке ущерба в размере более 215 миллионов рублей Остается задать вопрос Насколько может быть инвестиционно привлекательная страна В которой владельцы бизнеса воруют сами у себя и у своего родного государства Однако только усиление борьбы правоохранительных органов с мошенниками Свидетелями, которыми мы сегодня являемся Может вернуть нашей стране имидж привлекательной страны Наравне с мерами по поддержке предпринимательства и политике контроля за силовиками